МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Низкий уровень коррупции – один из показателей высокоразвитого общества. В Беларуси он колеблется. Сейчас мы занимаем 98-е место в рейтинге коррумпированных стран. Но было время, когда мы занимали 151-ю позицию, а было и 36-ю. Индекс коррумпированности в последние годы, к сожалению, стал расти, что не может не вызывать беспокойства в том числе у главы государства. На борьбе с коррупцией он акцентировал внимание при новых назначениях в органах государственной безопасности. Это главная причина того, что я пригласил вас сюда в связи с назначением. Это вопросы недопущения коррупции и крышевания в нашей стране со стороны подконтрольных органов. Вы должны принимать соответствующие меры и информировать меня, если вдруг у нас возникнет желание у кого-то расширить свою, так сказать, деятельность коррупционную на территории Беларуси. И вот такое скрытое мышкование, типа крышевания, как это принято в других государствах. Мы часто на эту тему видим фильмы по телевидению и так далее. У нас этого быть не должно. Вот крышевание это, если оно есть, оно будет очень серьезно ударять по нашим людям. Вот эта дикая мелкота, я тебе помогу, ты там мне чего-то дашь, ты мне, я тебе этого быть в Беларуси не должно. Следует отметить, коррупция проявляется в разных сферах деятельности, а соответственно и слова главы государства актуальны для всех. И не только как руководство к действию, а и как предупреждение. Сегодня у меня в гостях заместитель начальника отдела прокуратуры Брестской области по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Павел Леонидович Прокопович. Павел Леонидович, давайте начнем с самого простого, с терминологии. Что же такое коррупция? Как человеку отличить, скажем так, возможно вознаграждение за что-то и подкуп? Коррупция всегда связана с выполнением должностным лицом действий по службе, с использованием своих служебных полномочий и своих интересов. Это одно проявление. Второе проявление, действительно то, о чем вы сказали, это когда фактически коррупционерами становятся простые граждане, которые для решения своих вопросов предоставляют материальное вознаграждение должностным лицам. Вот вы сказали подарок, благодарность, подкуп. Подкуп – это та ситуация, когда гражданин изначально предлагает должностному лицу материальное вознаграждение для того, чтобы он решил положительный вопрос, который волнует человека. Естественно, это будет взятка. Другая ситуация, когда гражданин решил отдоговорить должностное лицо за то, что он добросовестно, что ли, выполнил свои обязанности и разрешил вопрос, с которым, допустим, обратился к нему человек, пусть даже в установленном порядке. И такой гражданин в этом случае может полагать, что он, решая отблагодарить должностное лицо, дарит ему подарок. И ничего страшного не происходит. И ничего страшного, якобы, не происходит. Здесь нужно учесть следующее, что действительно допускается и не будет уголовно наказуемым предоставление должностному лицу сувенира, подарка в ходе протокольных или иных официальных мероприятий, либо к дню рождения, к празднику, допустим, профессиональному или к одним или к другим датам. Но подарком в этом случае останется лишь та ситуация, когда предоставление таких материальных ценностей не будет связано с выполнением должностным лицом определённых действий в отношении этого гражданина, если предоставление такого подарка не будет обусловлено выполнением действий в его интересах. Допустим, если под видом подарка к дню рождения предоставляются материальные ценности, неважно, деньги, товары какие-то, но в связи с тем и исключительно за то, что должностное лицо решило какой-то вопрос в пользу гражданина, подарком это считаться не будет. И такие действия подлежат уголовно-правовой оценке. Но в этом сложно разобраться. Да, конечно. Следует ещё отметить, знаете, почему сложно разобраться? Потому что действующее уголовное законодательство не предусматривает нижний порог размера взятки. Нет минимального размера взятки, при получении которого наступает уголовная ответственность. Поэтому разобраться сложно и в этом. Поэтому в каждом случае, если такой факт предоставления материального вознаграждения должностному лицу становится явным, приходится разбираться, давать оценку, в том числе и с учётом и стоимости предоставленных материальных ценностей, то есть их размера, обстоятельств передачи, совершение действий в отношении лиц, которые их предоставили должностному лицу, но и иных обстоятельств, которые будут иметь значение для того, чтобы сделать правильный вывод, подарок это был или всё-таки предоставление взятки, ну и, соответственно, получение взятки. Как у нас в области обстоят дела с коррупционными преступлениями? В текущем году правоохранительными органами Брестской области выявлено 49 коррупционных преступлений. В принципе, это не так уж и много. Следует отметить, что доля коррупционных преступлений в числе всех преступлений, которые зарегистрированы в Брестской области в текущем году, не превышает 2%. Более половины преступлений коррупционной направленности связаны с хищениями имущества путём злоупотребления служебными полномочиями. И более 1,3 преступлений коррупционной направленности связаны с получением взяток и сдачей взяток. А можно сказать, что в последнее время всё-таки некоторый рост отмечается? Исходя из сведений о зарегистрированных коррупционных преступлениях, в 2023 году отмечено снижение. Ага. У нас в области? У нас в Брестской области, да. А в каких сферах деятельности совершаются коррупционные преступления и какими должностными лицами? Коррупционные преступления выявлялись в сферах сельского хозяйства, строительства. Становились факты принятия материальных вознаграждений, совершения коррупционных преступлений должностными лицами организации торговли, промышленности, ну а также иных направлений деятельности. Субъектами коррупционных преступлений являлись должностные лица как частного сектора, так и государственных организаций. В качестве коррупционеров выступали не только руководители соответствующих субъектов хозяйствования, но и руководители низшего звена, ну более низкого звена, так скажем. Это начальники структурных подразделений, допустим, отделов, те же главные бухгалтеры, главные инженеры. То есть другие должностные лица, которые, не являясь руководителями организации, допустим, предприятия, относятся к категории руководителей, то есть выполняют определенные управлеческие функции, в том числе связанные с распоряжением имуществом. Но я так понимаю, искушение есть везде, в любой сфере. Я полагаю, что это зависит от конкретного человека, потому что в интересах службы он должен использовать свои полномочия только на благо организации, которая, допустим, возглавляет, которая работает или служит, если это касается государственной службы, и никоим образом не использовать свое положение в своих личных интересах, в интересах своих родных и близких. Это недопустимо. В чем выражались преступные действия коррумпированных должностных лиц и за что предоставлялись или за что они брали вознаграждения? Действия должностных лиц, которые подпадали под признаки коррупционных преступлений, были связаны с использованием своих служебных полномочий в личных целях. К примеру, я говорил о тех фактах, когда фиксировались преступления, совершенные главными бухгалтерами организации. В одном из случаев главный бухгалтер коммерческой организации, которая полномоченно занималась начислением заработной платы в течение двух лет на свой карт-счет с использованием системы интернет-банкинга, перевела более 30 тысяч рублей. В другом случае главный бухгалтер, опять же, имея такой доступ и возможность распоряжаться деньгами предприятия, оплачивала товары, которые приобретала лично для себя. Имеет место факты, когда руководитель за счет возглавляемого им предприятия оплачивает санаторно-курортные услуги себе и своей семье. Имеются случаи, когда граждане эффективно трудоустраиваются, хотя фактически работу не выполняют, а поступающая на их корчета заработная плата уходит в карман руководителю, то есть тому коррупционеру, который эффективно такое лицо трудоустроил. Как один пример, это, допустим, необоснованное списание товарно-материальных ценностей. Вот, допустим, был случай, когда начальник одного из структурных подразделений организации путем необоснованного списания товарно-материальных ценностей завладел четырьмя автомобильными шинами. Стоимость их составила 4 тысячи рублей. В других случаях должностные лица принимали взятки, то есть незаконное вознаграждение, и совершалось это ими исключительно в связи с занимаемым должностным положением, заблагоребятное решение вопросов, входящих в их компетенцию, и выполнение действий, которые они уполномочены совершать в отношении, в интересах лиц, которые им предоставляли взятки. Как правило, как показывает практика, ситуация в сфере взяточничества, можно сказать, не изменилась. Взятки, как правило, предоставляются в сфере закупок. То есть зачастую должностные лица принимают взятки за совершение действий, связанных с приобретением товарно-материальных ценностей у определенного поставщика. Это в тех случаях, когда поставщиками выступают коммерческие организации, они, естественно, заинтересованы в реализации своей продукции или своей продукции, или если они являются посредниками той продукции, которой они торгуют, и, соответственно, заинтересовывают должностных лиц, которые занимаются приобретением товарно-материальных ценностей, заинтересовывают тем, что предлагают материальные вознаграждения за что-то, чтобы сотрудничество происходило именно с их организацией. Случаев того, чтобы должностные лица вымогали взятки у коммерсантов, таких случаев не было. То есть я еще раз повторю, что инициаторами передачи материальных ценностей должностным лицам, как правило, выступают сами взяткодатели. Какие негативные последствия и какая ответственность может наступить, как для человека, для должностного лица, который берет, например, взятку, так и для того, кто дает эту взятку? Последствия наступают самые серьезные. То есть в подтверждение этого довода я могу указать то, что каждое коррупционное преступление, по какой бы статье оно не квалифицировалось, в качестве одного из наказаний предусматривает лишение свободы. То есть или лишение свободы, или иные более мягкие наказания, но обязательно в санкции статей, которые предусматривают коррупционное преступление, есть наказание в виде лишения свободы. Наряду с этим в отношении лиц, которые осуждаются за коррупционное преступление, назначается наказание в виде штрафа, размер его составляет от 3 до 5 тысяч базовых величин, это существенная сумма, и плюс, помимо тех наказаний, о которых я сказал, еще назначается наказание в виде запрета права занимать определенные должности на срок до 5 лет. Причем этот запрет действует в том числе и после отбытия основного наказания. Допустим, если назначено наказание в виде лишения свободы, то после отбытия этого наказания еще 5 лет, допустим, если такой срок назначен, лицо не может занимать должности руководящего характера. Наряду с этим следует отметить, что одно из преступлений коррупционной направленности, такое как получение взятки, является особо тяжким. Это в случае получения взятки в особо крупном размере, и там срок наказания составляет вплоть до 15 лет лишения свободы. Тоже можно сказать и о ситуациях, когда за отдачу взятки привлекаются простые граждане. Опять же, я повторюсь, за дачу любой взятки предусмотрено наказание тоже в том числе в виде лишения свободы. То есть последствия самые серьезные. А особо крупный размер – это какой? Это если сумма взятки достигает тысячи базовых величин, то есть более 40 тысяч рублей в настоящее время. Применяются ли иные меры ответственности, помимо наказания, в отношении лиц, которые дают взятки? Действительно, если в качестве взяткодателя выступает представитель юридического лица, то помимо того, что представитель юридического лица подлежит уголовной ответственности за дачу взятки, помимо этого еще к ответственности привлекается и само юридическое лицо, но уже не к уголовной ответственности, а к административной. В Кодексе об административных правонарушениях имеется статья 24.59, которая предусматривает ответственность юридических лиц административную в случае, если в ее интересах предоставляется взятка должностному лицу. Размер штрафа, который налагается на юридическое лицо, если в ее интересах предоставляется взятка, составляет двукратный размер взятки, но не менее чем 50 базовых величин. То есть в нашем законодательстве уделяется внимание и тому, чтобы пресечь факты дачи взяток. Не буду скрывать, что зачастую инициаторами передачи материального вознаграждения выступают именно взяткодатели, то есть лица, которые заинтересованы в решении своих вопросов. Можно говорить и о том, что если бы, допустим, человек не предложил дать взятку, то должностное лицо ее бы и не взяло, поскольку, как я говорил, фактов вымогательства дачи взяток у нас нет. Поэтому, чтобы те организации, в интересах которых предоставляются взятки, не оставались в стороне, они тоже несут ответственность, и это предусмотрено, как я говорил, кодексом административных правонарушений. Это правильно, и такая практика действует в настоящее время. Поэтому, исходя из того, что в некоторых случаях взяткодатель является еще и учредителем организации, на которую налагается административный штраф, о котором я говорил, тогда, по сути, можно говорить о том, что он несет двойную ответственность, и это еще более, так сказать, заставит его задуматься с тем, чтобы пойти на такой шаг, чтобы решать свои вопросы незаконным путем, а именно путем передачи материальных вознаграждений должностным лицам. Павел Леонидович, большое спасибо за такую важную беседу. Важную и полезную для всех. Нельзя не обратить внимание на еще один очень важный момент, озвученный на самом высоком уровне. Принцип «ты мне, я тебе». Фильм режиссера Александра Серова с Леонидом Куравлевым в главной роли хорошо известен и посыл понятен. Ведь действительно крышевание и мелочность в решении вопросов явление не менее ядовитое, чем коррупция. И еще как способна разъедать связующее крепкого здорового общества, а именно в таком мы хотим жить. Хотя, как показал опрос, население понимает эту проблему не так однозначно. Многие сейчас выстраивают отношения по принципу «ты мне, я тебе». Согласны ли вы с этим? Правильно ли это? Я считаю, да. Но если тебе человек отдает, то ты ему тоже должен взаимно что-то отдавать. Ну, если это, например, про любовь, то тоже так. Ой, это достаточно такой трудный и философский вопрос. Я не думаю, что это неправильно. Это все равно по обстоятельствам. Есть отношения «ты мне, я тебе», есть отношения безвозмездные «только я тебе». Но для этого должны тоже предпосылки. Эмоционально кто-то дает такие эмоции для тебя, что ты для него готова все это сделать безвозмездно. Это не только в материальном плане «ты мне, я тебе». А если в материальном плане, это все индивидуально. Каждый выбирает по ситуации. Я не могу осуждать это, и я не могу говорить, что я веду себя по-другому или я веду себя так. Это все по ситуации. «Я тебе, ты мне» — это уже материальные отношения, ценности, а не жизненные. Поэтому я не считаю это правильным. А как считаете, с этим явлением стоит бороться? Считаю, да. Вот многие люди сейчас выстраивают отношения по модели «ты мне, а я тебе». Считаете ли вы это правильно? Да. Почему? Ну, безвозмездно делать что-то для кого-то не особо. И хотелось бы. Считаю, да. Правильно. Если ты даешь человеку больше, ну, это не значит, что он тебе должен столько же давать. Ну, это как бы дело взаимное, и каждый, ну, старается, наверное, дать столько, сколько он может. Поэтому, как бы, наверное, частично вы правы, а частично нет. С этим явлением, считается, стоило бы бороться? А как с этим бороться? Это все индивидуально, я думаю, что не получится, наверное. Есть люди, которые просто друг другу могут помочь в этом смысле. Поэтому вполне возможны такие отношения. А если чисто из корыстных целей, я такое не поддерживаю. Конечно. Многие сегодня люди выстраивают отношения по принципу «ты мне, а я тебе». Считаете ли вы это правильным? Если взять по большому счету, то, конечно, нет. Если вспомнить 10 заповедей, да, Библию, Советский Союз, как нас воспитывали, наше поколение. И мне бы хотелось, чтобы в современном мире отношения выстраивались по каким-то более гуманитарным принципам, не таким, как вы сказали. Если ты мне, допустим, дружбу, я тебе тоже дружбу, так пойдет. А остальное, наверное, нет. Как считаете, с этим явлением стоит бороться? А разве можно бороться с таким явлением? Скажите. Сложно? Сложно. Наверное, невозможно просто бороться. Что ж, большинство опрошенных людей проецирует принцип «ты мне, я тебе» сугубо на личные отношения. Ассоциируют с чувственной сферой и взаимопомощью. По большому счету это и правильно, только некоторые, не зная меры и преследуя корыстные цели, особенно в материальной сфере, могут поставить человека в зависимость или подкупить его. Оказать услугу, например, и обязать ответить тем же и в сугубо собственных интересах. Варианты могут быть разные. Надо ли с этим бороться? Надо. Вот только как это делать? Соглашусь с респондентом, вопрос сложный, но цель поставлена. И, как мне кажется, одна из главных задач на пути ее достижения – работа над собой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова